Вероятно, вы никогда не задумывались о том, как различные предметы в вашем доме могут влиять на вашу жизнь. Эти предметы могут влиять на вашу жизнь духовно, как во благо, так и во зло. Оставайтесь с нами, и вы узнаете о святых и нечистых предметах согласно Библии и об их влиянии. Все это сегодня в передаче «Примирение через крест». В течение более чем двух тысяч лет евреи и христиане были разделены, но сейчас Бог призывает к исцелению ран прошлого и утешает свой народ. Узнайте о том, как Бог пророчески соединяет евреев и христиан по всему миру в передаче «Примирение через крест». А сейчас ведущий Митч Джером. Сегодня будет очень интересная передача. Мы поговорим о святых библейских предметах, такие как шафар и ковчег завета, и также о нечистых предметах, таких как языческие статуи, которые иногда называют местом обитания дьявола. Мой первый гость — это моя жена Розали, которая поделится своим личным свидетельством в отношении нечистых предметов, которые были в нашем доме, когда до покаяния мы были последователями движения New Age. Расскажи нам, дорогая, что происходило в нашей жизни, когда в нашем доме были нечистые предметы? До покаяния мы всерьез занимались движением New Age. Мы занимались медитацией с кристаллами, путешествовали по астралу, переживали множество физических сверхъестественных ощущений и даже общались с медиумами. Это значит, что через людей говорили голоса? Через одну женщину говорили духи. Не через нас, а через другого человека? Да. И что за предметы были у нас дома? У нас были кристаллы. Кварцевые кристаллы? Да. Они были очень чистые и красивые. Мы потратили на них много денег. Для чего мы использовали их? Для концентрации ментальной силы. Мы дышали на них, и они начинали пульсировать и нагреваться. И мы каждый вечер проводили по меньшей мере три часа, медитируя вместе с другими людьми. Мы думали, что эта медитация на кристаллы служит делу добра и мира на всей Земле и так далее. Да. Кроме того, я всегда надевала свою специальную шелковую одежду из Парижа, в которой я медитировала, играла на физгармонии, читала мантры в нашей спальне. Это такое маленькое пианино. Кроме того, мы тратили большие деньги на то, чтобы для нас и наших детей составляли гороскопы. И что же произошло с нашим духовным ростом? Как сильно на него повлияли эти предметы? Когда впоследствии мы решили следовать за Ишуа, Мессии, евреев, и обратились к Богу Авраама, Исаака и Аакова, перестав служить языческим богам, мы также захотели получить крещение Духом Святым и дар говорения на иных языках. Мы целый год молились об этом в нашей церкви, но ничего не происходило. Также мы не могли молиться в нашем доме. Мы чувствовали Божье присутствие лишь в церкви, но не дома. Потом я позвонила на КСБДЖ и сказала, что хочу найти человека, который занимается белой магией или оккультизмом, и чтобы у него не просто висел на шее кристалл, а он действительно занимался бы медитацией и при этом следовал бы за Иисусом. Но никто не откликнулся на мой призыв. Мы ходили в церковь, верили в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Но я хочу, чтобы зрители поняли, что в движении Нью Эйдж не было силы. Мы ощущали какое-то присутствие, но это никак нельзя было назвать истинно. Это был период пустыни. Библия оказалась мне сухой и скучной. Мне не было силы. Я не испытывала того, что переживала, когда занималась оккультизмом. Мы выходили вперед к сцене. На нас возлагали руки, чтобы на нас сошел Дух Святой. И мы начали говорить на иных языках. Но этого никак не происходило. Мы по 30 раз за год выходили вперед для молитвы, а потом уже просто перестали это делать. Я уже была готова отказаться от Иисуса и вернуться к тому, чем занималась до этого. Но Бог услышал мою мольбу. Однажды я говорила с другом в полдвенадцатого вечера. И Он сказал мне, что каждую комнату пронизывают звуковые волны, которых мы не видим. Но они все равно существуют. Длинные и короткие радиоволны, электромагнитные волны. Мы их не видим, но они все равно существуют. Ощутить их можно лишь тогда, когда у вас есть приемник. То же самое, когда в комнате присутствуют духи. Духи проникают повсюду. И если у вас есть, образно говоря, духовный приемник, они проявляются через него. И когда он сказал мне это, я поняла, что происходило в моем доме. Потому что я читала в Писании, что Бог Авраама, Исаака и Иакова – Бог ревнитель. И Он хочет, чтобы мы поклонялись только Ему. В моем доме по-прежнему были предметы, которые были приемниками для духов. А Святой Дух не может обитать рядом с другими духами. И что тогда произошло? Той ночью я не спала. Казалось, что у меня в духе словно появилась антенна, которая водила меня по дому и показывала мне. Вот это и это, а еще вот это. К примеру, Бог показал мне, что надо взять обыкновенный словарь. Я сняла его с полки и увидела среди страниц фотографию с моим посвящением в мантру. Ты не видела этого уже много лет? Да, я даже не помнила, что положила ее туда. Что же это была за сила, которая направляла тебя по дому, указывая на предметы, которых ты не видела уже много лет? Я думаю, что это был Бог, Дух Святой. То есть даже без дара говорения на иных языках у тебя все равно были отношения со Святым Духом? Когда вы принимаете спасение, вы становитесь запечатленным Духом Божьим, но не получаете языков огненных, крещения Духом, которые нужны вам для того, чтобы каждый день бороться с темными силами. В итоге я сломала физгармонию. Бог показал мне, что эти вещи были мерзостью. Они были посвящены не Ему. И с их помощью я поклонялась другим богам. Кроме того, я порезала все свои специальные одежды для медитации. Бог открыл мои глаза, и я увидела множество постеров и фотографий, которые явно были демоническими. Я увидела, что на многих дисках были демонические изображения, хотя раньше я никогда этого не замечала. В нашем свадебном альбоме были фотографии Гуру, за которым мы следовали. Мне пришлось вырезать его из всех фотографий. И к пяти утра я была готова лечь спать. Ты проснулся и спросил, что происходит. Потом ты понял, о чем речь, и тоже пошел пересматривать свои вещи. Да. Затем я решила проверить, буду ли я ощущать теперь что-то новое. И я никогда не забуду, что открыла Библию. И на любой странице, в любом месте я чувствовала жизнь. Она била оттуда ключом. И тогда я наконец-то поняла, что за книга передо мной. Расскажи нам о женском собрании, которое происходило спустя некоторое время. Мы устраивали женское собрание нашей церкви у себя дома. И тогда я еще раз попросила помолиться за меня у нас дома. И получила крещение Духом Святым, как и ты. На той неделе, когда я пришел в церковь, и на меня возложили руки, я получил крещение Духом, с даром говорения на иных языках. До этого у нас в доме были предметы, на которых мы даже не смотрели. Но они мешали нам духовно. Они лежали на чердаке, в ящиках, и мы даже не поклонялись им. Мы знали, что они никак не связаны с нами. Мы знали, что спасены кровью Иисуса Христа. Но Дух Святой все равно не хотел обитать в нашем доме. Почему? Потому что мы принимали силу других духов. Духов, которые никак не были святыми. Эти вещи находились не только на чердаке, но и в спальне, в месте, где я молилась. В нашей спальне было множество вещей, которые мешали мне молиться. Но теперь я молюсь свободно. Если у вас есть свои истории о похожих предметах в вашем доме и о борьбе с духами, вы можете зайти на наш сайт и написать нам об этом. Оставайтесь с нами. Через минуту мы вернемся. И вы встретитесь с человеком, который поделился с нами своими мыслями о святых и нечистых предметах в Библии. Мы скоро вернемся. С вами передача «Примирение через крест». Мы вернемся через минуту. И снова в эфире «Примирение через крест». Наш следующий гость — Ллойд Конли. Ллойд 20 лет занимался консультациями в служении исцеления и освобождения. Также он ответственный за комнату исцеления, которая в скором времени появится на сайте проекта «Примирение через крест». Добро пожаловать на нашу передачу. Спасибо, Митч. Рад быть сегодня с вами. И я рад, что ты с нами. Давай продолжим разговор о святых и нечистых предметах в Библии. Расскажи нам о святых предметах, о которых упоминается в Библии. Самым значимым предметом, упоминаемым в Библии, является ковчег Завета. Ковчег — это золотой ящик, в который Адонай сказал Моисею положить 10 заповедей, и другие предметы, которые представляли Божий Завет с народом Израиля. Ковчег также является символом Божьего присутствия, поэтому к нему относились с особым почтением. Это священный предмет. Да, это самый священный предмет из упоминаемых Писаний. Расскажи нам о том, как этот предмет использовался, и как через него действовал Святой Дух. Одна из самых интересных историй, связанных с ковчегом, описана в Первой книге Царств, в пятой главе, втором стихе, когда филистимляне захватили ковчег Завета и поставили его в храме своих богов. В языческом пантеоне множество различных богов, но главным среди них был Дагон. И когда филистимляне поставили ковчег в своем храме, то каждое утро они находили статую Дагона перевернутой. Она валялась на полу? Да, на полу. И им приходилось каждый раз снова ее поднимать. Когда они приходили на следующий день, то Дагон снова был на полу. И так происходило несколько дней, пока до них, наконец, не дошло, что это связано с ковчегом Завета. И они начали возить ковчег Завета из одного филистимского города в другой. И в каждом городе, в котором находился ковчег, он всюду сеял заболевания раком и смерть. Опухоли и смерть следовали за ковчегом по всем филистимским городам, в которые его привозили. То есть, они попытались захватить самый священный предмет и получили за это наказание? Я считаю, что они попытались захватить самый священный предмет, а с ним и Божье присутствие, и поместить в нечистое место. А так делать нельзя. В результате этого на филистимлян сошло смертельное проклятие, пока они не решили отказаться от ковчега. Остальная часть истории, в которой участвовал Давид, также интересна и также говорит о святости ковчега. Во времена Давида, израильтянам удалось забрать ковчег у филистимлян, но они забыли про то, как с ним обращаться. Ковчег должны были нести священники, Каганим, которые были отделены и освящены для этого Бога. Священники должны были нести ковчег на плечах. Но Давид сделал телегу, положил в нее ковчег и попытался довести его таким образом до Иерусалима. Один из тех, кто охранял телегу, по пути попытался придержать ковчег, так, чтобы он не наклонился от тряски и сразу же погиб. И что же они сделали с ковчегом? Где они его оставили? Это тоже интересная часть истории. Давид очень расстроился из-за этого и побоялся вести ковчег дальше. Очевидно, он понял, что каким-то образом разгневал Бога. В итоге, они оставили ковчег в доме Авидара Гефянина. И он пробыл там три с лишним месяца. В данном случае, Авидар Гефянин получил от ковчега благословение. И когда Давид услышал об этом, он обрадовался. За это время они узнали, как нужно правильно нести ковчег, и в итоге отнесли его в Иерусалим. С того времени Давид установил перед ковчегом круглосуточное поклонение. Он выбрал священников и дал им повеление непрестанно поклоняться. Даже он сам танцевал перед ковчегом. Ллойд, объясни нашим зрителям, в чем отличие такого поклонения и поклонения языческого? Ведь кто-то может сказать, что он поклонялся ящику. Они не поклонялись ящику, но поклонялись Адонаю, Богу всей Вселенной. В этом вся суть. А этот ящик являлся священным предметом, который представлял завет между великим Богом, народом Израиля и избранным царем Давидом. Святой Бог, Создатель Вселенной, Создал нас для того, чтобы мы поклонялись Ему. И когда Его народ поклоняется Ему в верности и послушании, Бог отвечает великими благословениями. Конечно, Давид получил огромные благословения во время своего правления, когда вернул народу чуть ли не всю землю обетованную. Во время правления Давида и Соломона Израиль владел такой территорией, которой не владел никогда больше. Итак, один пример – священный ковчег, который Бог использовал для того, чтобы явить свое присутствие и благословить или проклясть людей. У тебя еще есть примеры? У меня на ум приходит Валтасар, но тут история немного другая. Да. В то время Иерусалим был уничтожен, а царь и иудейская знать была уведена в Вавилон. Царь Вавилона, Навухадоносор, взял тогда все священные вещи из храма в Вавилон. Его сын Валтасар в определенное время, возвысившись в гордыне, решил пользоваться чашами и прочей освященной утварью, которая использовалась для служения Богу в храме. Точно так же, как люди имеют дома специальную кухонную утварь, так и в храме использовались особенные сосуды. Вот именно. И суть в том, что это были особые, освященные сосуды, которые использовались для служения Всевышнему Богу. Валтасар разгневал Бога тем, что взял эти священные сосуды и пил из них на перу. И затем Бог написал кое-что на стене. Там было написано, что дни Валтасара сочтены. И в ту же ночь он был убит. Он был убит. Ясно. Это справедливое решение и ясный ответ от Бога тем, кто не почитает его святыни. Итак, предметы могут быть использованы либо Духом Святым, либо другими силами. И нельзя сказать, что это не касается нас, потому что это не так. Это очень важно. Хорошо, Ллойд, давайте рассмотрим другую сторону проблемы. Дети, да и все, кто ходит сегодня в кино, смотрит телевизор, вешает постер у себя в комнатах и прочее. Как это влияет на них? Мы знаем, что это лишь выдумка, игра, развлечение, но что вы скажете по этому поводу? Наше тело — храм Святого Духа. Если мы знаем Бога, но если мы не знаем Его, оно может стать храмом и для других духов. Так что фильмы и прочее... Все это может быть каналом для демонических духов, чтобы они смогли получить контроль над человеком. Я вижу, что есть два уровня. С одной стороны, такие предметы, как постеры, о которых мы говорим, сделаны из металла или пластика. Но на самом деле, они могут открыть канал для злых духов, которые займут место, чтобы влиять на жизнь человека. Есть и другой уровень, который также имеет важное значение. Многие люди не понимают опасности оккультизма, ведьм, колдунов, сатанистов, шаманов, вуду, жрецов и прочих. Но оккультные действия могут навести проклятие на предметы, придав им силу и значение, если человек согласится на это. То же самое бывает и с фильмами. Если фильм посвящен какой-то оккультной практике, то он может содержать заклинания, которые вызовут демонических духов. Так что в жизнь людей в результате просмотра может войти демон. А люди, которые занимаются оккультной практикой, могут намеренно использовать в фильмах подобные сюжеты и сцены. Вот именно. Если какой-то молодой человек или чей-то ребенок решит заключить завет силами тьмы с демонами, чтобы получить силу ради определенных вещей, то в результате это станет серьезным испытанием для любой семьи. Ведь демон уже будет обитать не в какой-то вещи, а в живом человеке. Несколько лет назад в том городе, где мы жили, подросток убил свою мать. Расследование показало, что он сделал это под воздействием тяжелой музыки, металла, рока, и текстов, которые под нее звучали. Слова песен говорили о таких поступках. И мало ли что еще стоял за этими текстами. Похоже, что он намеренно впустил в себя духа в тьмы. Я правильно говорю? Я думаю, что это разумный вывод. Молодой человек, который дошел до убийства, мог сделать это из-за контакта с демоном, который вошел через тяжелую музыку. Но я также не исключал бы и прямую оккультную практику. Ведьма или сатанист могли, например, наслать проклятие на молодого человека. Или он сам мог заключить договор с царством тьмы. Когда человек открывает дверь своего сердца подобным вещам, это несет разрушительные последствия. В Писании сказано, что незаслуженное проклятие не сбудется. Но с другой стороны, если у проклятия есть причина или повод, оно может сбыться. Поэтому, если человек грешит или занимается чем-то, отделяющим его от отношений с Всевышним Богом, то ведьма или сатанист могут наслать на человека проклятие. И оно будет действовать из-за его греха. Я хочу, чтобы наши зрители услышали нечто, что я счел очень интересным. У нас в гостях был Джон МакТернен, писатель и историк. Он рассказывал о том, что в Дирборне, штат Мичиган, в 30-х годах Генри Форд купил городскую газету. По-моему, она называлась Индепенденс. И использовал ее для того, чтобы пропагандировать антисемитизм. Это было ужасно. Он издавал ее на 16 языках и разослал ее по всему миру. Он пользовался типографией и редакцией города Дирборна, чтобы печатать эту газету. Потом его дети просили за это прощение. Но вот что делал Генри Форд. Сегодня Дирборд, штат Мичиган, является одной из главных цитаделей этого движения. Я хочу обратить на это внимание. Интересно, что это тоже место, так что, скорее всего, там обитает и дух антисемитизма. Сегодня многие историки считают, что во дни Давида и Соломона финикийцы имели внушительный торговый флот и торговали по всему миру. Они торговали даже на берегах Северной Америки, создавая колонии возле Великих Озер. Таким образом, они привезли с собой на эти земли поклонение Ваалу. Именно поэтому поклонение Ваалу и его демонам совершается на территории США. И особенно сильно это проявляется в конкретных районах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что местность, в которой на протяжении многих веков поклонялись Ваалу, стала местом для антисемитских выступлений Генри Форда. Очень интересно. Да. Через минуту мы вернемся и поговорим с вами об одном из самых темных предметов, которые когда-либо использовались на Земле для служения злу. О престоле сатаны. Оставайтесь с нами. Мы снова приветствуем вас на передаче «Примирение через крест». Я хочу поделиться с вами тем, что недавно произошло со мной Эрозали в Германии, когда мы были на марше жизни, который проводило служение Таас. Вы еще увидите его в наших передачах. Перед началом Первой мировой войны Кайзер Вильгельм привез в Германию две реликвии. Одна из них называлась «Врата Иштар», а вторая «Престол Сатаны». Интересно то, что «Врата Иштар» это те врата, через которые должны были пройти евреи, когда их привели в рабство, в Вавилон. На вратах Иштар было нарисовано 377 изображений вавилонского бога-змея, и каждый раз, когда люди входили в город, они проходили через эти ворота. В еврейской нумерологии число 377 означает «ад». И каждый раз люди проходили через ворота, которые символизировали ад, поэтому евреи назвали их вратами ада. Гитлер приказал сделать реконструкцию престола Сатаны в Нюрнберге. Сам престол находится в Берлине, но Гитлер воссоздал его в Нюрнберге. Это был такой постамент, с которого он провозглашал свои антисемитские речи, в том числе и об окончательном решении еврейского вопроса. Является ли просто совпадением, что эти два предмета, которые использовали люди, полные ненависти и уничтожившие множество других людей, оказались в Германии? Мы вернемся через минуту. И снова в эфире примирение через крест. В заключении нашей темы о святых и нечистых предметах скажу, я рассматриваю наши тела как приемники. Что это значит? В Писании сказано, что мы — храм. Наше тело — это храм. У нас есть врата, слуха, врата зрения. Мы должны следить за тем, что мы пускаем внутрь себя, в свое сердце. Смотрим ли мы порнографию или фильмы ужасов? Слушаем ли мы тяжелую демоническую музыку? Что мы впускаем в свое сердце через врата слуха? Я хочу сказать, что если вы смотрите нас и у вас есть дети, подростки, я была в гостях у многих людей, и меня всегда удивляло, почему дети так бунтуют против своих родителей. Ведь они христиане, они ходят в церковь, и их дети ходят, но стоило лишь мне подняться в их комнату, как все становилось ясно. У них на стенах висели плакаты группы Металлика и прочих групп. Они не понимают, что, слушая эти группы, дети не получают ничего хорошего. Если вы родитель, то вы должны сделать так, чтобы ваш дом был храмом Бога. Вы должны иметь власть над детьми, которые живут в вашем доме, и не должны допускать такую музыку и такие плакаты у себя дома. Появляем, что музыка не должно быть в церкви. Реально. Металлик. Субтитры создавал Росли Металлик. Просов. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Продолжение следует...